Лето — это традиционное время для разгрузки. Я тоже решил немного разгрузить историческую рубрику, и в этот раз в ней вы увидите отвлеченный и небольшой телевизионный сюжет о бильярде. Нам не удалось остановить ни дату выхода, ни даже канал, на котором был показан этот сюжет. По косвенным признакам есть основания полагать, что снято это было в конце 80-х годов прошлого века, и точнее в 87-м году. А показ чего-либо по телевидению в то время — это было событие чуть ли не всесоюзного масштаба. Да и говорится в этом видео, в общем-то, об очень важном этапе в жизни бильярда тогда еще в СССР. Такие только страсти не разгорались вокруг прямоугольного стола, покрытого зеленым сутном. Шекспировская Глеопатра, королева Шотландии Мария Стюарт. В день своей казни она писала архиепископу соборов Глазго «Умоляю, сохраните мой бильярд». Лишь звон колоколов в тихую варфоломеевскую ночь прервал игру в шары Карла Девятого. Совсем иного мнения об этой игре был Георг Второй. Своим указом он запретил бильярд. Запрещенный в Англии, бильярд расцвел во Франции, где уже в середине века только в Париже было более 500 бильярдов. Приглянулся бильярд и Петру Первому, и прикатились к нам в Россию шары из Голландии. Покрытые сукном столы дубового дерева заняли сначала свои места в аустырях, а затем и в дворянских, купеческих и даже в офицерских собраниях. Пошла игра на интерес. Ставки росли, бильярд постепенно терял свою спортивность. Интерес к нему то возрастал, то падал. Возрастал, когда брали в руки Маяковский и Бунин, Бальмонт и Лев Толстой и даже Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя». Добавим, что поэты и сейчас неравнодушны к бильярду. Пример Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. И чтобы вы не подумали, что игра эта только земная, заметим, что охотно играют в нее и космонавты. В истории бильярда были свои чемпионы, которые, как говорил Маяковский, могли класть шар в лузу, не глядя в полной темноте в два часа ночи во время землетрясения. А нам остается лишь добавить, что в новом году бильярд обретет вновь права спортивного гражданства. И во дворцах спорта будут установлены бильярдные столы. Ведь бильярд все же ровесник шахмат. А это кое-что дозначит. В доме офицеров имени Кирова, где мы сейчас и находимся. Бильярд – слово английское «биль». Шар яркий. Есть еще одно слово «маркер». Маркер – это человек, наблюдающий игру, следящий за ней и ведущий счет игре. Вот одного из них я сейчас вам представлю. Олег Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Олег Сергеевич Иванов – главный маркер в этой бильярдной. И я ему задам несколько вопросов по поводу этой игры. Время к игре в бильярд какое-то негативное. Почему так произошло? Разве это не вид спорта? В свое время были забыты такие интересные игры, народные игры, как игра в шашки, настольный теннис и другие. Их с помощью общественности удалось возродить. И сейчас наш народ играет с интересом в эти игры. То же самое относится и к такой древней, хорошей, прекрасной игре, как бильярд. Эта игра незаслуженно забыта спортивными организациями. Но в нее играют везде, играют с интересом. Она полезна всем, как мужчинам, так и женщинам. Она покорна всем возрастам. В общем, в нее играют с увлечением и только получают от этого здоровье. Олег Сергеевич, давайте совершим небольшой экскурс. Ну, во-первых, игру в бильярд привез кто у нас? Игру в бильярд в Россию привез Петр I, который, находясь за границей, полюбил бильярд, сам с удовольствием играл и привез бильярд домой. Вот я сейчас вижу здесь у нас, мы разложили специально фотографии и кое-какие открытки. Вот как вы их можете прокомментировать? Наши умельцы научились делать прекрасно в свое время бильярды, точные, с хорошим измерением и качеством. Вот перед вами образец бильярда искусства 18 века, который до сих пор находится в большом кабинете в китайском дворце в городе Ломоносово. Олег Сергеевич, еще несколько слов о том, а что же происходит с этой игрой вот здесь, в Доме офицеров. Мы знаем, что завтра какой-то чемпионат. Да, мы хотим возродить прекрасные традиции, спортивные традиции бильярдного спорта, выйти с предложением в Госкомитет о признании по спорту, о признании бильярда спортом и создании общесоюзной федерации бильярда. Я думаю, это мнение поддержат. И мы действительно соревнуемся. Это чисто носит спортивный характер. И мы в честь 70-летия советских вооруженных сил, которые будем отмечать весь советский народ 23 февраля, проводим первенство Ленинградского военного округа по бильярду. Ну вот и достаточно на этот раз, дорогие друзья. 15 выпуск «Абрикосы» закончен. Мы увидимся с вами вновь примерно через месяц. А пока самое время собраться и пойти, например, на пляж. Лето же на дворе. Главное, не забыть взять с собой полотенце. До новой встречи в августе. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok